здравствуйте мои дорогие как вам вот такое изобилие красота вот это вам скажу мое любимое вот любимый мой вид из окна да я могу так на такое смотреть без конца вот это бело-розовое светло-розовое изобилие это мое любимое вот это из всех если бы мне сказали что могу оставить только одно наверное вот такие нежные нежные тона я бы себе оставила обожаю ну а хочу я вам показать всех этих красоток по отдельности потому что они так теряются конечно вот для красоты для полноценной картины вот я тут сакуру который уже вам показывала кого вот одну парфюмерку привет принесла сюда чтобы она вот дополнила вот этот нижний ярус и вот эту мою красотку азиатскую ну что они тоже такие светлые нежно-розовые а вообще-то будем мы разглядывать четырех из этих красоток то что всех остальных вы конечно ну давайте я вам покажу так быстренько вот эта красотка мы когда ее увидели она не была в полном распуске а сейчас она в полном распуске и чтобы потом не снимать отдельный выпуск про нее вот покажу вам ее она очень красивая и мне что-то вот подсказывает что она будет пышно цвести так что она вообще волшебная идеальная вот эта губка такая мандариновая какая-то вот нежно даже не мандариновым он это она намного нежнее какой-то вот абрикосик вот ну волшебная прям очень-очень мне нравится вот такая ну вот эту парфюмерку вы конечно видели не помню и была она в полном распуске или нет это oriental orange вот она такая на три цветоноса вот красотка и еще вот один цветоносик вот тут вот такая и конечно сакурку до беглип сакур вы видели я вам показывал вот она дальше растит вот там цветонос а пока вот цветет на такие огромные цветы на ответвление а мы знаете мы не мерили цветочки и вот тут не отходя от кассы давайте быстренько а то вот были помню разговоры про сакуры какие потому что я вам говорила что это не азиатская сакура вот смотрите 10 с половиной даже чуть 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 больше на если вот прям тетельку куда чуть больше десяти с половиной это это вообще последний цветочек наверное будет полноценные 11 если посмотреть какой-то вот какой-то вот даже вот этот а вот этот тут цветочек отсохший от хое от хое белло ну давайте посмотрим этот так ну давайте неудобно мне по мерю и скажу вам если он больше или тоже такой вот я померила там первый цветочек вообще не больше он тоже самое тоже десять с половиной вот как и последний цветок все значит одинаковые вот такой вот такой чудо беглип который все цветочки но десять с половиной это такой классный я когда его купила он был поменьше ну там было и много цветов вы знаете что иногда размер цвета цветка может еще варьировать сколько цветов еще там и два цветоноса один и так далее хорошо а дальше давайте я по отдельности вам покажу вот остальных красоток ну вот первая нежная такая красавина прям необыкновенная на то что мне тоже очень нравится цвета вот эти сплэши но вы знаете сначала я прям коллекционировала всех и там и попугай и еще какая-то вот типа интриги у меня была ну к сожалению погибла потом поняла что сплэши не просто мне нравится сплэша не всех оттенков да вот попугая я подарила потому что вы для меня как-то вот такой очень кричащий очень яркий хотя я когда вижу в магазине всегда вот любуюсь и у меня вот тоже такая интересная она у меня появилась вот эта дуга как я ее и купила так она всегда у меня на дуге и растет а появилась она у меня с цветоносом из точки роста она не пересаженная по моему я и фитиль отдела да вот но у нее и корни такие как видите вот так вот она сейчас какие корни красивые разбудила молодец и смотрите видите она была с цветоносом из точки роста вот это ее была точка роста потом она прямо прямо из центра как-то она вот начала на расти вот эту красивенную детку которые вообще-то сейчас даже не поймешь что тут детка и материнское растение ведь они вот как полу как одно целое красивый корешочек вот такие корни она вообще очень красиво растит всегда вот у нее поэтому видели вот у нее из горшка выходит красивый такой и цветок и розетка и все ну а цветы вообще обалденные вот вот такой вот красота очень они мне нравятся и когда вот они так поярче и когда понежнее когда цвета и хотя вот это тоже не новенький цветочек она уже дал давно в полном роспуске все я никак но я наверное вам показывала как как то вот там на подоконнике вот тут она что-то вот этот цветочек куда-то по-другому смотрит а все остальные вот так красивенько полюбуемся вот этой красоткой и пойдемте дальше к другим тоже таким нежным ну а следующее вот такая воздушная прямо очень нежная это это сорт называется ларкс очень нежная очень похоже на следующую но давайте сначала на нее поглядим потом мы посмотрим и в сравнении потому что многие их путают смотрите тут и изнанка такая красивая ну вообще очень такой вот лепесточки такие вот оттенки такие божественные какие-то вот очень пудра пудра пудрена такой розовый но очень нежный видите на сипалиях особенно такой бежево какой-то пыльные розовый на лепесточках на петали их более такой воздушный более светящийся более белесый такой и вот видно еще в центре видите там вдалеке озеленца чуть-чуть это желтизна в губе тут все вот когда смотришь ну очень очень красиво я обожаю этот цветок я уже рассказывала что он мы просто с мужем гуляли пешком шли благо что было тепло и я смогла вот взять просто ее в ручки и пойти с ней домой но когда я увидела я не смогла оставить она прям вот идеальная для меня вот такая красоточка вот это ларксун очень такая облачная какая-то и красивая обалденная да я просто обожаю такие вот они мои любимые я могу может кто-то скажет такая розовая знаете когда вот говорят ничего не интересного было всякие белая белорозовые да а для меня они самые такие красивые смотрите сипалий какие фактурные видите какая фактура как будто как будто лист какого-то дерево вот это очень красивая вот такая красотка воздушная такая ну а давайте я принесу вторую который на нее похоже и посмотрим на них сравнение чтобы чуть поменять вид наш решила начать вот снимать тут вот эту красавицу потому что тут ее место но она вот по-другому она смотри посмотрит вот сюда вот такая она ну хотела чтобы вы увидели ее вот так без лампы тут с розовыми лампами вот просто чтобы вот увидели как она вот такая обильная красивая хотя напротив окна и на улице видите у нас тут после обеда вот чуть-чуть солнышко пробивается хотя тут вот вот эта сторона тут у нас северная сторона да и у нас бывает ведь и столько у меня тут пробелов я все сейчас то снимаю то поливаю тут там у нас восход солнцем а вот тут у нас уже закат да вот да по эту сторону и вот сейчас вот после обеда вот такое красивое вообще вот такое чуть-чуть солнышко видите вот красавица никакой какие так что вот покажу вам и так давно вам не показывала вот вид окна но вот этих всех красотах конечно обязательно еще вам покажу а сейчас вот про эту красотку но пойдемте в зал там мы быть сможем вот по по детальней и и рассмотреть вот такое она красивая возьму с собой кофе и пойдемте вообще-то давайте разбить разглядим и вот эту красоточку по отдельности потом вместе чтобы вы могли ее увидеть так как я просто просто балдею когда ее вижу это девочки это красоточка и мальчики извините это красотка прям идеальная вот прям никакого изъяна вот это лемпа лемпа это я поняла что это река где-то по моему даже в африке или не уверена где но поняла что это река 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 лемпа не знаю как там река лемпа но орхидея лемпа божественно просто просто божественно смотрите как так как так возможно это реально девочки это реально и мальчики извините я я таких эмоций это всегда когда ее вижу меня я ему же показала ее вот сейчас покажу ее вот так издалека я показываю мужа он говорит охо и ведь она не то чтобы прям ну очень или много цветов прям бывают и еще больше еще каскадистей но у нее это как-то выглядит ну как вот ну как река да вот смотрите даже не знаю как поймать ее смотрите вот вот такая обалдеть обожаю она если посмотрите вот варк сонг мы смотрели там видите тоже есть вот какая-то зеленца тоже как а вот тут вот вроде бы те же оттенки видите но все по-другому то более такая девочка а вот это какая-то вот как как нереальная как дух какой-то да вот такая прям и форма у нее и вот этого зеленца в центре и губа ну все как все в ней красиво я ее просто обожаю знаете я ее купила ну тот день вот редко случаются прям такие дни вот представьте в один день за пять минут потому что они практически были на одной полке я прям вот всех взяла но это невозможно было оставить это было моя астрал белая рюшистая обязательно будет на днях видео про моих белых она обязательно там будет потому что она тоже в полном распуске астрал белая каменная роза вот это шоколадная моя вот с такими тоже сплэшами красавица и вот это лемба ну как как оставить но невозможно было вот это вот это оставить это прям что-то с чем-то я ну и выбрать выбрать тоже невозможно тут что-то одну выбрать тут все они вот обалденно смотрите какие тут оттенки тут она она но очень сложная видите вот это какая-то зеленца она как будто грязные какой-то зеленый но так богато вот смотрится вот в сочетании с этим с этим нежно таким зефирно-розовым но обалдеть лемба девочки если кто-то где-то увидит ее попробуйте она очень крупная так она давайте давайте я и ларк сонг обратно на столик поставлю и мы оба обеих и посмотрим не померяем их вот если так посмотрите даже не сразу сообрази что тут вообще-то два цветка наверху вот это лемпа а внизу вот она ларк сонг но вот смотрите видите тоже есть вот эта черточка до которые вот есть и у лемпы и у нее хотя оттенки близкие но разные они вообще очень разные но очень похожие вы знаете но я сразу я в магазинах всегда вижу когда ларк сонги когда лемпа хотя вы знаете однажды было вот ларк сонги там было написано лемпа на нее я прям хотела вычеркнуть потому что я видела что они вспутали они неправильно написали прям на горшке а кто-то купит и прям поверит потому что они видите они очень близкие и вот видите прям вот смотрите и вот эта розовость и зеленца и губа вроде бы если так на первый взгляд посмотришь тоже вроде бы похожие но нет они очень очень разные ну давайте померим да говорили мы померить давайте какой-то из первых цветочков тут у нас идет девять с половиной девять и семь где-то миллиметров не давайте один ой тот крупнее тут десять с половиной вот тут десять с половиной тоже не прям первый цветочек так посередине а тут девять с половиной до лемпа на сантиметр крупнее ну вы знаете вот лемпа тут у обеих до у обеих второе домашнее цветение я посчитала на лемпе 11 цветочков вот это будет это последний бутончик будет 11 вот так вот это вид сверху и и вот эта сторона бесподобна вот такие две красоточки обалденные и осталась одна жемчужина тоже моей коллекции которую тоже вам очень хочу показать ну а вот это последняя красотка которую я вам хочу показать сегодня вы уже сто раз и увидели это моя сакурка балеринка как ее в домашнем имени называю хотя у нее прекрасное имя которые недавно нашла с помощью ваших комментарий спасибо вам большое вот эту красоту зовут angel а из переводится как глаза ангела и вот это ее цветонос вот такой красивый пушистый но это не все у нее есть еще вот такие ветви это дорощины прошла год не нет это летний цветонос и и летом она вот так цвела на вот цветонос тремя ответвление и вот она все доращивает и доращивает да она сейчас практически в полном распуске я прям посмотрела поискала вот тут вот тут ответвление на два цветочка и вот тут на этом ответвление тут четыре цветочка будут есть еще один бутончик да а так посмотрите видите она вот распустила смотрите такие гроздья просто она просто вот забила вот эти этот цветонос вот цветочками красота и вот смотрите вот эти ее плети вот дорощины но это это чудо не цветок и по форме она очень красивая и у нее бывают вот такие красивые рюшистые бывают и папа по ровнее очень разные смотрите да и иногда вы увидите у нее и такие вот и губки рюшистые да вот ну обалдеть цветочек просто необыкновенные вот это самое длинное вот на этой она уже давно и и растите вот так по два цветочка еще отсушивает и еще доращивает вот видите она тут и дальше будет будет расти вот такие обалденные цветочки вот так красавица ведь и губа тут тоже рюшистая же есть такие у нее вот и это зеленца это просто какой-то какой-то вот такой даже не знаю какой зеленый это какой-то вот кислотный такой зеленый как что-то как ненатуральная вот это зеленца на как будто я бы я когда купила не было вот этой так а так прям вот яркой этой зеленцы наверное она уже не давно цвела наверное я так думаю потому что было больше больше желтин вот вот такая примерно губка вот смотрите какие вот на новых цветочках вот как вот кислотные именно какой-то зеленый я бы увидела такое подумала что она какая-то крашенка да что нереальный как будто не натуральный но это мне очень нравится как как видно вот такой вид даже не могу поймем поймать давайте я подальше отойду вот чтобы всю вот эту красоту вот уже у меня и пальцы в кадре ну вот вот такая красота обалдеть она мне так нравится прям прям я просто просто вот в прошлом году бы было таких два цветоноса один вот без ответвления такой тоже вот с той стороны тоже такой скрученная вы и вот этот на три ответвления а вот и в этом году вот она дорастила вот этот цветонос и уже вырастила вот этот я а вот это эти доращивает но очень красивый очень такой обильно цветущие то у меня третье наверное да по моему третье домашнее цветение этого купила у ивана ивановича по моему рассказывала что я выбрала сначала какой-то а тут еще а нет а вот это надо два цветочка смотрю еще не совсем раскрылся вот этот красавец цветочек я когда вот там у меня кофе но уже выпила выпила да не остынет я когда его увидела увидела еще очень интересного пирата пикоти с мутацией цвета и сначала подумала что возьму но я вот что-то у меня в то время купила много цветочков и даже не помню какое-то время было октябрь двадцать первого года вот и я вот подумала что нет я не куплю два цветочка только один выберу я прямо себе вот запретила взять и два и все таки выбрала пирата и я уже даже оплатила его но когда выходить все еще один раз посмотрела и вы знаете не смогла оставить и я поменяла я оставила пирата они стоили по моему 120 лей помню что недорого было 120 это вообще 6 евро да получается и я все-таки поменяла и этого пирата оставила и взяла ее и я не жалею ни секунды не пожалела это цветок обалденный ну вот что вам рассказать взяла ipad потому что на айфоне все уже забита память и еще и разрядился так что взяла вот другой аппарат на котором я вообще-то монтирую но сегодня вот закончу видео ну что ж показала вам всю вот эту красоту я обожаю этот цветок и конечно могла бы еще вам ахать и охать тут еще много но остановимся на этом вот такие видите вот у меня горшочек вставлен в стеклянную вазу не от того что как бы не так удобно потому что никак вот надо будет вообще найти потому что вот он опять уже до пола этот цветонос но как бы не хочется а вот поднять прикрепить потому что он очень мне очень нравится вот такое цветение ампельное может быть надо будет придумать ему какой-то вот вот повесить его тоже вариант посмотрю подумаю может найду ему вот такое место чтобы ему вот хорошо чтобы он не потерял цветочки чтобы цвел ну пока что полюбуюсь и им не так ну красивый очень красивый так что всем рекомендую гамма конечно обалденная сакурка прям сакурка все вот на фоне вот этой красотки и буду прощаться с вами скажу вам пока пока всех целую и до скорого то есть до завтра мои дорогие